Первый день нашей презентации мы смеялись в теплососке, потом нанесли один слой. Вот у нас получилась вот такая поверхность. Вот сейчас на примере этой поверхности мы покажем ошкуривание материала, да, и я расскажу о некоторых тоже сортах, которые присутствуют для ошкуривания. Ошкуривание мы будем производить при помощи, ну, механизированном, при помощи аппарата «Вадекс» или «Теста». Это 180, потому что ошкуривание, в принципе, неплохо, скажем, по поверхности. Какие нюансы есть при ошкуривании? Бывает, что, ну, все равно, так или иначе, где-то что-то шутка подкосила, где-то что-то есть. Ну, на пыль вот такие довольно серьезные, такие, да, какие-то перепады. Я не считаю это серьезным, это можно сразу 180 зерном отработать, и все будет нормально. А есть моменты, когда, ну, действительно, вот так, это носок, он, наверное, приходит, видишь, что надо порезать. Тогда при ошкуривании лучше применять сначала меньшее зерно, ну, там, начать, например, со 120-го, 150-го. На мороз, большее? А, больше, да, больше. И не обращая внимания на риски, да, на какие-то, на то, что это, то есть вы сначала формируете плоскость. А потом вы уже переходите на меньшее зерно, там, 180-240, там, то, какое используют под финишки. И уже, как бы, избиваете риску. То есть, по моему мнению, что такая, ну, не как ошкуривание, оно, как бы, дает наилучший результат. То есть, в том, что вы сначала крупным образбивом мешаете, сформируете себе, да, базу, а потом просто риску избиваете меньшее зерно. Но, другими словами, первый этап мы работаем с коскостью, второй этап мы работаем с качеством, с плотностью самого уже основания. Так, здесь у нас дали 240, 240, так, да, до начала, больше, наверное. Ты хочешь поставить 180, правильно? Если бы за 180, то, как бы, я думаю, что нам сразу, вот, задумать. Ну, сейчас я напомню, что здесь мы клеили так же, как сегодня, на готовую полимерную шпатлевку про спрей. Ну, готовые полимерные шпатлевки, что, наверное, сталкивался, они вообще, ну, по крайней мере, нашего производства, они все набирают свою плотность, жесткость и тяжелее шлифуются с течением времени. То есть, если мы шлифуем на следующий день после нанесения, да, после высыхания, то это будет гораздо легче, чем мы сделаем это через неделю и тем более, как через месяц. Вот. Поэтому, учитывая те факторы, как мы набираем плотность шпатлевок, для того, чтобы оптимизировать свое время и свои усилия на шлифовании. Ну, конечно, с механизированным способом это сделать легче, но сейчас как раз сможете оценить, сколько, ну, спустя два дня после высыхания, какие усилия для шлифования про спрея требуются. Здесь, напомню, у нас клеился стеклохол, доногипс на про спрей. В этот же день, через примерно 40 минут или около 1 часа, был сделан укрывочный слой. И на следующий день мы уже нанесли такой, ну, финишный или не финишный слой материала уже заключительный. И сейчас шлифуем, или здесь еще один сожгут слой. До окраски нужен будет еще один слой? Нужен будет еще один слой для окраски здесь? Для окраски? Я думаю, нет. Смотрите. Если вы работаете тонкими слоями, привыкли работать на стирку, тогда, наверное, после укрывочного слоя в первый день вам потребуется еще минимум два слоя. Но если вы работаете, заглаживаете, да, если вы накидали слой побольше, и именно не сдираете, а заглаживаете шпатлевку, то потом вот так вот славится, ну, проходите, сбиваете излишки. И вот, посмотрите, виден стеклохолз здесь у нас. Стеклохолз укрыт. И по большому счету, ну, если не под глянцевые, тонкослойные краски, то под 95% красок, которые используются в России при отделке, тем более там матовые, полуматовые, глубоко матовые, вы спокойно поехали с таким способом подготовите с минимальным конечным вопросом. Мы шкурим, у нас что-то там прошкуривается, где-то что-то. Обычно это происходит на неровности. Если вы где-то там дошли до простая лифтарь, или там на вашей тарелке есть какое-то выступающее там шишка или кто-то. То есть вы при работе тарелкой, она у вас отходит до ряда. То есть ищите проблему восставания. Это 90% из случаев, если какие-то есть перешкуры и все. И второй момент. Это мастера, я не знаю, зачем они вот уперся и любят он пошкурить. Ну вот. Что-то мне не нравится, и вот он шкурит, шкурит на одном месте. То есть надо понимать. Не нужно, если у нас... Мы шлифованием сбиваем выпуклости. Если мы видим пуклость, то не надо видеть это место, лучше потом отдефектовать. Но лучше надо отдефектовать или это. Не надо, если у вас там есть какая-то ямка, и вот он шкурит, пока эта ямка не вышкурит. Понятно, он уйдет ниже в плоскость. Ну и делает только хуже. Это надо понимать. Еще такой мобильный приошкуривании. При базовом слое и при формировании или корректировании плоскости использование только жестких тарелок. То есть это вот тарелка, которую вы не промнете никак. Без прокладок, без прокладок, нет ничего. Но самый как бы там бюджетный и оптимальный вариант это просто полудемки, да, вот они жесткие полиуретановые. Просто без всяких прокладок берете на нее, надеваете сотый областик, 120-ый. И там, например, поджетом гатом, да, если у вас корректировка плоскости происходит, работаете жестким областивом. То есть что вам... Ой, жесткая тарелка. Что вам дает в таком случае мягкая тарелка? Вы производите ошкуривание и визуально у вас как бы вроде как лучше. То есть она заглаживает и делает гладкую поверхность. Вы считаете, что... Ну, визуально это выглядит как бы достойней. Но если вы поставите правилы, то вы увидите, что вот эти вот шишки, вы их не срезали, а вы просто их как-то залезали. И, ну, то есть, так вот, корректировка не произошла, а просто вы загладили шишку. То же самое вот почему использование два присеста, да, при ошкуривании, да, типичных пахов. Все равно у вас от шпателей что-то остается, что-то там какие-то наступчики, все равно это есть. Все мы работаем, но невозможно так взять и идеально пошпаклевать, тогда пришкурить не надо. И вот на стадии того, если вы сразу начнете использовать, есть такие люди, которые говорят, мы шкурим только 320-й, потому что у нас супер-мегаэлитное качество, вот надо, надо пошкурить сразу 320-й. Они, как такового, даже на сфиничной пасте, тем более, если эта паста жесткая, они в качестве новошкуривания не произведут. Они даже вот этот маленький напыль, они его не спилят, они просто его загладят. И это будет смотреться гладко, да, все, но при потом дальнейшей окраске, тем более темные цвета или какое-то, это будет, ну, видно, что это что-то вот, что это вот, не ровно. У меня, как бы, зашеларит все.